Итак, давайте посмотрим, как мы можем выйти на 404 ошибку и посмотреть, как выглядит страница 404 ошибки. Вот если я сейчас зайду на рыжий блок и просто вот в конце ссылки поставлю какую-то другую букву и попробую пройти по этой ссылочке, то я вот зайду на страницу 404 ошибки своего рыжего блога. Посмотрите, что мы здесь видим. Мы здесь видим, во-первых, хедер с полностью активным меню, с переходом туда, куда необходимо. Мы видим название этой странички, вот он, заголовок идет. Мы видим какой-то текст, мы видим форму поиска, картинка, вот такая вот, ну, боюсь, будет какая-то смешная картинка, да, и ссылки на последние записи нашего блога. То есть человек, попавший сюда, должен сразу перейти на определенную страничку, где он может не потеряться, самое главное для него. То есть это вот для него очень важно, даже не столько для него важно, сколько это важно для нас с вами, чтобы человек с нашего блога не ушел, чтобы он просто не испугался. Поэтому задача у нас какая сейчас? Задача у нас сейчас создать эту 404 страницу. Вот если я сейчас зайду внутрь WordPress, вот рыжего блога, то мы с вами увидим, что вот здесь есть в редакторе, внешний вид редактор, есть шаблон 404 ошибки. Вот он, этот шаблон 404 ошибки. В данном случае, вот на шаблоне вивер, такой шаблон существует. Этот шаблон несет в себе, как, посмотрите, хедер, вот это код хедера, так он несет и код сайтбара, нет, сайтбара здесь у меня нет, я его убрала, этот сайтбар, да, и вот он несет у меня код футера. Вот, то есть здесь у меня все есть. И здесь мне самое главное нужно вот настроить и оформить так 404, страницу 404 ошибки, чтобы она была интересна для моего пользователя. Ну давайте мы с вами попробуем это сделать вот на этом блоге. Сейчас я его открою. Вот на этом блоге. Вот на этом блоге у нас с вами, если мы выйдем вот сюда на эту запись, и я вот здесь в конце поставлю вот, ну, ошибочно какую-либо букву, и попробую пройти по этой ссылочке, то вот, пожалуйста, мне тоже показана 404 ошибка. Но здесь 404 ошибка, то есть шаблон мантра тоже поддерживает 404 ошибку, причем, ну, со всеми теми условиями, которые необходимы. Посмотрите, здесь что у нас есть? У нас есть тоже самый футер со всеми дополнительными ссылочками меню. У нас здесь есть сайтбар. У нас есть футер. И посмотрите, здесь у меня написано на русском языке. Это поддерживает, так сказать, шаблон данной, да, что страница не найдена. Попробуйте перейти, вернее, воспользоваться поиском. Но поиском обычно никто не воспользуется. Грамотные люди проходят на главную, а мы с вами должны сделать так, чтобы эта страничка была привлекательной. Вот у меня здесь такая девушка, она везде превалирует, поэтому мы сейчас с вами будем делать эту страницу вот с таким рисунком с девушкой. Заходим в консоль, во внешний вид, в редактор. В редакторе у нас вот он, шаблон 404 ошибка. Если такого шаблона 404 ошибки нет, или здесь просто написана одна буквально строчка, что это вот, вот эта вот строчка, вот она, вот, то тогда задача наша такая. Мы берем single php или берем php, копируем его под шаблон страницы и вносим вот сюда, убирая все лишнее, все те коды, которые мы с вами предварительно здесь заполнили. Итак, давайте посмотрим, что же мы здесь делаем. Ну, первое, посмотрите. Значит, здесь я вижу, что вот у меня есть хедер, вот у меня есть сайт бар, вот он показан сайт бар, и вот у меня есть футер. Вот они, три кода у меня здесь есть. Вот эта вот часть, h1, видите, это title наш, вот написано, enter title. Значит, title сам, то есть название страницы расположено вот между этими двумя кавычками. Вот давайте, чтобы нам время не терять, я зайду просто вот сюда и скопирую вот тот самый текст, который мы здесь с вами напишем. То есть я вот сюда вместо not found вставляю вот этот текст. Извините, но вы попали на страницу, которая не существует. Этого будет достаточно. Теперь моя задача следующая. Значит, вот здесь у меня есть возможность заменить вот этот текст, вот этот текст, на тот текст, который я захочу написать. Поэтому перед этим текстом я хочу вставить картинку. Как я вставляю картинку? Картинку я уже заготовила. То есть я ее провела через медиафайл. Я ее провела через страницу, где я создаю ссылочки. Ну, мы знаем, как мы это делаем, да? Я повторяться не буду. И вот этот код ссылочки на картинку, вот он у меня здесь есть. Он здесь записан в блокноте. И вот эту ссылочку я вставляю сюда. Вот она, эта ссылка на эту картинку. Теперь задача моя вставить здесь вот какой-то текст, который бы был интересен, ну, достаточно интересен нашему пользователю. Итак, давайте посмотрим, где мы это сделаем. Я это делаю очень быстро. Вот здесь вот. Выбираю темно-синий цвет. Вот такой вот темно-синий цвет. Дальше я пишу текст. Например, воспользуйтесь... Воспользуйтесь поиском. Ну, чтобы это было поинтереснее, да? Никакой обводки я не выбираю. Я выбираю где-то размер, ну, пусть это будет 30-й размер. Вот такой. Пишу сгенерировать. И вот у меня получился вот такой вот. Ну, пусть будет такой. Я не буду лишнего ничего делать здесь. Значит, я беру вот эту часть. Вот она. HTML-код. Вот такой вот. Захожу к себе на страничку создания. И вот эту часть, вот эту часть. Заменяю на этот текст. Вот он, этот текст здесь у меня появился. Дальше я смотрю, что следующее есть у меня. Посмотрите, это я поставила прямо над формой поиска. Вот она. HP Get Search Form. Вот она, да? А теперь моя задача следующая. Мне нужно, чтобы здесь был вставлен еще код. Вот такой вот. Список последних записей. Вот я его, этот код, копирую. И вставляю в страницу. Где я его вставляю? Я вставляю вот здесь, вот перед закрывающим тегом. Давайте мы его опустим на одну. И вот так вот поставим. Ну, вот, пожалуй, все мы сделали. Сейчас посмотрим, что у нас получилось. Возможно, будут и какие-то ошибки. Но давайте попробуем посмотреть, что из этого вышло. Файл успешный в меню. Переходим на сайт. Открываем вот эту страничку. И пишем здесь вот эту вот букву. Ту самую букву, которая у нас выводит на 404-ю запись. И вот смотрим, что у нас получилось. У нас получилось. Извините, но вы попали на страницу, которая не существует. Вот эта девушка здесь выглядывает. Надо ее было перетащить сюда в левую сторону. Ничего, перетащим попозже, да? Воспользуйтесь поиском. По-моему, я здесь ошибку даже сделала. Надо будет исправлять, да? Это поиск. И вот они все те записи, последние 10 штук, которые я могу предложить людям. Вот так мы сделали с вами 404-ю ошибку. Страницу, вернее, 404-ю ошибку. Теперь давайте посмотрим следующее. Вот мы должны знать, есть ли у нас такие ошибки на блоге. И как с ними работать, с этими ошибками. Вот посмотрите, вы заходите в веб-мастер, в мои сайты, да? Отыскиваете, вот у меня сейчас в данном случае я на Альт-Академик.ру стою, да? Вот здесь в индексировании сайта у нас с вами есть так называемые исключенные страницы. Что это за исключенные страницы? Это те самые 404-я страницы. Теперь давайте посмотрим, сколько их у меня. Посмотрите, здесь показано, что 404-х страниц у меня достаточно много здесь. Вот они все. И все они здесь перечислены. Причем последние изменения страниц были показаны когда? И последние посещения тоже, видите, октябрь-сентябрь 2013 года. Давайте посмотрим, что это за страницы. Вот эти страницы, они все лежат на сервере, как мы уже сказали, да? И так как их практически нет, то у меня идет возврат 404-й ошибки. То есть мне говорят о том, что неправильно задан запрос и вообще такой страницы практически не существует. Что я должна сделать? Я, во-первых, должна посмотреть адрес этой ошибки. Посмотрите, что это за адрес. Вот на страничке «Благоводство», значит, «Начинающему», «В помощь начинающему». Помните, у меня на рыжем блоге вот написано «Альт Академик Ру» «В помощь начинающему» у нас была такая страничка с блогами. Вот блог Натальи Янченко с ошибкой. Блог «Побудей» с ошибкой, видите? Таисия Пономарева с ошибкой. Не знаю, в чем дело, почему случилось, наверное, что-то поменяло, да? Крикун, пожалуйста, с ошибкой идет и так далее. Вот первое задание, какие-то вот, какие-то ошибки вот у этих страничек есть. Что же я делаю? Я должна избавиться от этих ссылок на нашем блоге. Я перехожу вот здесь, на этой странице, обычно есть вот такая вот ссылка «Как удалить эти странички». Вот я открываю эту часть исключенной страницы и посмотрите. Вот на информации по индексированию сайта по исключенным страницам есть полезные инструменты. И здесь есть «Удалить URL». Вы заходите сюда, копируете, например, вот отсюда вот такую вот страничку. Вот она, ваша страничка. Сейчас мы ее скопируем. Так, заходим сюда, вставляем вот сюда ее. Ну, вот здесь надо, наверное, с помощью начинающим, здесь надо, наверное, написать мне «Alt Academy Chrome». Ой, ой, ой. Вот так вот, да? Здесь слэшное наставим впереди. И пишем «Удалить». Введен некорректный адрес. Значит, мне надо здесь написать все, как положено. «httpin». Вот так. И пишем «Удалить». Указанный URL не проиндексирован. Ну, очень хорошо, что он не проиндексирован. Все. Значит, будем считать, что эта информация у нас будет удалена. Адреса страниц, полученные Яндексом из этой формы, будут проверены. И если к ним действительно нет доступа, они будут удалены из базы и исчезнут из результатов поиска по мере обхода робота. Вот это очень для нас важно. Итак, мы создали с вами страницу 404 ошибки. Ну, теперь я слушаю ваши вопросы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!